Наш мазхаб называется джафарийским мазхабом, так как эту школу основал имам Джафар Сады Галей Салат Весалам. Но почему именно ему удалось основать эту школу, а не другим имамам, мир им, всем? Во-первых, начнем с того, что не имам Джафар Сады Галей Салат Весалам основал джафарийскую школу, хотя она отчасти называется его именем, но все-таки основал эту шиитскую джафарийскую школу не имам Сады Галей Салат Весалам. Это школа ислама, это школа пророка, сам пророк принес, пришел к человечеству с этим учением. Ибо посланник Аллаха Салат Весалам, когда уходил из этого мира, он сказал, «Я оставляю среди вас две драгоценности, книгу Аллаха и мое семейство, мое потомство, мой Ахлаль-бейд». То есть в качестве путеводителя посланник Аллаха Салат Весалам оставил книгу Аллаха и свой Ахлаль-бейд. Две эти драгоценности, сам посланник Аллаха Салат Весалам назвал их драгоценностями. Поэтому все, что мы черпаем из этих двух драгоценностей, является тем, что оставил посланник Аллаха, является учением самого Ислама и самого посланника Аллаха. Но здесь возникает вопрос, почему же именно именем имама Джафара Ас-Садика, было названо это учение, эта школа? А причина в этом заключается в том, что предыдущие имамы были ограничены в своей научной деятельности. Например, имам Али Али, был стеснен в этом, и помимо этого он был занят немножко другими делами. Например, по поводу стесненности в этом отношении, в научном отношении, по поводу стесненности и его святости, Алибн Абиталиб, достаточно упомянуть о том, что те книги, которые он написал, были отвергнуты мусульманами. Мусульмане отвергли. Те книги, те толкования Корана, те хадисы, которые он записал от посланника Аллаха, они были отвергнуты. И в дальнейшем его сыновья, Хасанейн, они также были в подобных условиях, с имамом Хасаном мусульмане сражались. Имама Хусейна, мусульмане при Кирбиле закололи, отрубили ему голову. И после него, конечно же, немножко эта научная деятельность началась. Имам Саджад, алей салат ва салам, начал эту научную деятельность, научную работу. И это первый имам, который акцентировал свое внимание вследствие тех условий, в которых он находился. Он акцентировал внимание именно на научной работе, на просвещении. И его сын, имам Багра, алей салат ва салам, эту работу продолжил с еще большей интенсивностью, с еще большей силой. И мы видим, что уже у имама Багра, алей салат ва салам, были ученики. Вокруг него собрались люди, которые получали, учились у него и получали у него знания. А уже его сын, сын имама Багра, алей салат ва салам, а именно имам Джафр, садик, получил еще большую возможность в этом направлении, в направлении просвещения мусульман. И в книгах фигурирует, что у него были ученики, много тысячи учеников было у имама Исаады, алей салат ва салам. Упоминается о пяти тысячах, например. То есть у имама Исаады, алей салат ва салам, уже возможностей было в этом направлении больше. И это было обусловлено тем, что времена имама Исаады, алей салат ва салам, совпали со временами спада амиядов и столкновения амиядов с аббасидами. То есть вот эта война, вот это вот столкновение между амиядами и аббасидами и ослабление амиядов привело к тому, что имамы получили большую свободу. И как следствие имам Исаады, алей салат ва салам, получил большую возможность просвещать и распространять исламское учение. И именно поэтому от имама Исаады, алей салат ва салам, передано больше всего хадисов, больше, чем от всех остальных имамов. Ибо после имама Исаады, алей салат ва салат ва салам, они аббасидами, имамы аббасидами уже были стеснены в этих условиях, а до были стеснены именно амиядами. до имама Саады Галей Салатов Салам были стеснены аммиядами, а после имама Саады Галей Салатов Салам в той или иной мере были стеснены амбасидами. И амбасиды на самом деле поступили с Ахлал-бейт не лучше, чем аммияды. Они их сажали, они их травили, держали под домашним арестом и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому это масхаб самого пророка, это учение самого пророка. Просто та драгоценность, которую оставил посланник Аллаха Салам после себя, смогла раскрыться и получить свободу в этом отношении, в просвещении, именно во времена имама Саады Галей Салатов Салам, чем и его светлость очень успешно воспользовалась. Именно поэтому у нас очень много преданий, и больше, чем от всех остальных имамов, от его светлости имама Саады Галей Салатов Салам. Именно поэтому, по этой причине масхаб называется именем его светлости имама Саады Галей Салатов Салам.